Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал в этом видео. Распакуем одну посылку от BornBriti, выполним коррекцию на моей левой руке. Попробую новый клей-гель для типс, поработаю также с верхними формами, а также покажу три новых оттенка. Начнем, как всегда, с распаковки, посмотрим, что мне здесь пришло. Первым мне попадается клей-гель для типс, очень интересная здесь упаковка. Лично мне напоминает небольшой тюбик зубной пасты. Я как-то раньше работала с подобным клеем, но мне он не особо понравился, он, кстати, прозрачный. Сегодня дадим ему второй шанс. Дальше вижу, пришли блестки, это гель-краска без липкого слоя. У меня уже есть такие гель-краски разных цветов, разных оттенков и решила попробовать также блестки. Их можно будет прорисовать поверх топа и они должны, в принципе, держаться целый месяц. Сначала нанесу их на прозрачную типсу, как будто бы гель-лак, чтобы посмотреть, какая у них плотность. И, как видите, они довольно-таки плотные, прозрачную типсу перекрыли. Нарисовать тонкие линии тоже никакого труда не составит. Краска плотная и линии получаются довольно-таки тонкие. Если хотите сделать растяжку этими блестками, то у вас это получится очень легко и быстро. Только несколько движений кистью и идеальный градиент уже готов. Дальше покажу три ярких гель-лака на лето. Первый это очень сочный салатовый оттенок. Все эти гель-лаки немного полупрозрачные. Им обязательно нужно два слоя, а лучше белая подложка. Я сегодня буду красить себе ногти одним из этих оттенков. Каким именно на тот момент я еще не знала, так как они все очень красивы, мне было очень сложно определиться с выбором. С распаковкой мы уже закончили, пришло время делать коррекцию. Мои ногти на обеих руках сейчас выглядят просто ужасно. Они очень сильно отросли. Причиной этому является моя травма левой руки. Я не могла делать ногти ни себе, ни клиентам. На момент съемки я чувствовала себя уже немного лучше и решила переделать хотя бы одну руку. Выбор пал на левую руку, так как у меня здесь была очень большая трещина на среднем пальце. И она постоянно цеплялась мне за волосы, и это жутко раздражало. И уже как только я приступила к снятию старого покрытия, я почувствовала дискомфорт. Мой палец все еще болел. Мне приходилось делать часто паузы, чтобы немножко расслаблять его, чтобы он не перенапрягался. И из-за этого я делала очень долго этот маникюр. На одной руке почти три часа у меня заняла процедура. Кстати, правую руку я все еще не переделала, там уже образовались большие трещины. Они уже тоже начали цепляться за волосы, жутко раздражает, но пока еще у меня нет времени, чтобы ее переделать. Ноготь на среднем пальце я сразу убираю в ноль, потому что здесь трещина, спасать его я не хочу. Мне будет легче его нарастить. И к тому же я хочу попробовать новый клей-гель для типс. Апельсиновой палочкой отодвинула кутикулу и пилочкой 100 на 180 грит шлифую ногтевую пластину. Она должна быть абсолютно ровной и матовой. Когда выполняю аппаратный маникюр на себе, я никогда не использую скошенный конус. Сразу в руки беру пухленькое пламя. Но на клиентах я всегда использую скошенный конус. Мне не обходится ни один маникюр без этой фрезы. Как всегда, начинаю работать слева направо. Лично мне так удобнее. Обороты ставлю высокие, около 10-15 тысяч. При том, что у меня оригинальный аппарат и он мощный. Если у вас маломощный китайский аппарат, то вам нужно еще больше оборотов ставить. После того, как я обработала все пять пальцев слева направо, переключаю вращение фрезы и обрабатываю левую сторону. Руку я не всегда держу правильно. Вращаю ее в разные стороны, так чтобы мне было хорошо видно, что я пилю. Для среза кутикулы выбрала шар с зеленой насечкой, диаметр 5 мм. Все ссылки будут внизу в описании. Я уже говорила, что пришло лето и шарик начинает сильно подпекать. Я уже ставлю обороты пониже, чтобы можно было надавить немножко. Потому что если ставить высокие обороты, то печет очень сильно. Более подробно про аппаратный маникюр вы можете посмотреть в моих видеороликах. Там я более подробно рассказываю все этапы, объясняю какая рабочая зона у фрезы и как правильно ими пользоваться. Также все эти видео в макросъемке, где вам будет очень хорошо все видно. После среза обязательно нужно зашлифовать кутикулу, чтобы у вас не было заусенцев. Этой фрезой я работаю по типу пламени. Сначала обрабатываю слева направо, прохожусь под кутикулой. И затем слева направо шлифую сам срез. Вот такой результат у меня получился. Мои ногти готовы к покрытию, сейчас буду их ремонтировать. Для начала нужно нанести тонкий слой базы. У меня это Born Pretty, давно уже ею пользуюсь и она мне очень нравится. Наношу базу тонким слоем и сушу в лампе. Сначала хочу нарастить ноготь на среднем пальце, выбираю подходящую типсу по размеру. И буду тестировать новый клей, его кстати в тюбике не так уж и много. Типсу предварительно бафлю фрезой, это у меня пламя, чтобы сцепка была лучшая. Убираю всю пыль, ставлю небольшую капельку геля и просто прикладываю типсу к ногтевой пластине. Нужно приложить усилие, чтобы вот этот клей распределился по всей ногтевой пластине и лучше не отпускать типсу сразу подсушить фонариком. Мне понравилось работать именно с этим клеем, посмотрим как он продержит типсу. Надеюсь, что она не отвалится через несколько дней. Дальше я буду работать с верхними формами. Вот такие подложки у меня есть, это не полноценные верхние формы, а только для восстановления либо наращивания свободного края. Они мне идеально подходят, так как я хочу восстановить именно свободный край, но есть небольшая проблемка. Сама типса очень короткая, а ногти у меня на правой руке очень длинные и мне было неудобно держать эту типсинку. Поэтому я решила взять другие формы, уже более длинные, чтобы мне было комфортно работать. Гель я хочу смешать сама, взяла гель желе от фирмы Венолиса и мой гель замес. Беру небольшое количество в пропорции один к одному. И вот такая консистенция мне уже идеально подойдет для работы с верхними формами. Выкладываю небольшое количество геля в форму, стараюсь выложить гель в основном там, где будет свободный край, а возле кутикулы стягиваю на нет. Прикладываю форму, не доходя до кутикулы, так как мы восстанавливаем только свободный край и подсушиваю сразу фонариком. После просушки гель пожелтел, чтобы этого избежать, нужно было добавить в замес чуть-чуть синего или голубого гель-лака. Все то же самое проделываю с остальными ногтями и даже с ногтем на среднем пальце, несмотря на то, что он был нарощенный. Я хочу его немножко приподнять. После просушки геля идет опил. Я себе сразу же помогаю фрезой, той же самой фрезой, которая снимала предыдущее покрытие. Убираю сначала длину лишнюю, но оставляю себе в запасе еще несколько миллиметров. Я их уберу в конце после покрытия топом. Сразу же этой фрезой убираю толщину, которая образовалась, а она у меня большая, потому что к ногти у меня клюют на указательном и на мизинчике. Момент опила был самым худшим в этом процессе маникюра, потому что палец болит и я не могла хорошо зафиксировать свои пальцы. Поэтому я их закрутила как могла и с горем пополам опилила. Весь процесс опила я даже не снимала, так как я думала только о том, как бы побыстрее закончить этот опил. Дальше я хотела укрепить ногти моим гелем с замесом. Очень красивый гель получился, молочный, с большим количеством шиммера очень красивого. Кстати, этот замес вы еще не видели. Он выйдет во второй части замеса. Первую я уже опубликовала, вторая еще не готова. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Мне не хотелось сделать очень выпуклые ногти, поэтому я старалась выложить гель очень тонко. Но так как этот гель с шиммером, он не такой жидкий, как все остальные, и выложить его тонко у меня просто не получилось. Я попробовала его на одном пальце и если бы я не покрывала никаким цветом, то так бы просто и оставила. Но так как у меня будет гель лак, я решила взять более жидкий материал. А именно боттл гель от фирмы Уловкая, это фирма Салье Экспресс, он у меня уже очень давно. Он сам по себе не такой жесткий, как все остальные боттл гели, я его чаще всего использую только как цветное покрытие. Я бы уже остановилась на этом этапе, мне очень нравится результат, но к сожалению придется перекрыть цветным гель лаком. А каким именно, было очень сложно выбрать. Я попробовала их все, они все очень красивые и даже в один слой без белой подложки они хорошо смотрятся. Но делать разноцветные ногти мне не хотелось, поэтому пришлось выбирать. Выбор пал на розовый оттенок, его я нанесла в два слоя, перекрыла глянцевым топом и сейчас буду укорачивать уже окончательно ногти. С помощью пододиска это получается очень быстро и легко и уже у вас идеальный квадрат. Образовалась толщина, которую я убираю с помощью той же самой фрезой, которая снимала предыдущее покрытие. И вот такой результат у меня получился. Напоминаю, что все ссылки будут внизу в описании, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Всем до скорой встречи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok